всем привет это канал volkswagen беларусь с вами андрей вот оно очередное видео сегодняшний ролик будет интересен абсолютно всем автовладельцам ведь каждый из нас хотя бы раз по тем или иным причинам сталкивался с проблемой покраски автомобиля когда нужно покрасить весь автомобиль полностью или какую-то определенную деталь куда идти что с этим делать чтобы все произошло максимально качественно и через годы осталось в прежнем состоянии я нахожусь в дилерском центре атлант м на независимости 200 ба и здесь сегодня я познакомлю вас с колористом человеком который осуществляет подбор краски как он это делает какими методами и инструментами он пользуется и что в итоге получается узнаем из сегодняшнего видео мы находимся в дилерском центре атлант м и этот цех одно из самых интересных мест в процессе обслуживания автомобиля этот цех подбора и нанесения краски и сегодня мне и в теории и на практике расскажут об этом процессе со мной находится мастер геннадий здравствуйте геннадий давайте расскажите я приехал как автовладелец к вам сюда в дилерский центр у меня поврежден один элемент автомобиля с чего начинается подбор цвета в кузов автомобиля когда приходит автомобиль то конечно первый вариант это можно пробить по дилерской программе по каждому каждому вин коду автомобиля соответствует свой цветовой код 2 который присущ каждому в общем-то автовладельцу что он может сделать самостоятельно это найти у себя в сервисной книжке есть определенная шильда либо в багажном отделении автомобиля шильды нет ситуация приехал к вам автовладелец нету маркировки оттенка цвета что делаете вы дальше как определяется значит первое у рема то есть производителя вот этих миксов да или красок да я хочу подчеркнуть что это ремонтная линейка красок то есть на завод поступает совершенно другие краски могут даже от этого же концерна бас но это будет совершенно другие краски они поступают в объеме 200 литров бочках да и поэтому и возникает зачастую какой-то определенная разница между ремонтными и теми которыми красит автомобиль моя задача как раз ремонтные довести до необходимого уровня попадания в цвет что чтобы мы покрасили элемент встык и он не выпадал из общего объема ну понятно что подбор цвета осуществляется не так что вы подложили подбираете оттенки какие-то используете программы правильно расскажите о них безусловно две самых широко распространенных программы у компании р.м. это является color explorer и shopmaster color explorer чем хорош что любой пользователь интернета может войти в эту программу и найти свой оттенок это онлайн это через интернет происходит соединение вот код color мы устанавливаем цвет lb 7w нажимаем старт нам выдает варианты находим volkswagen активируем нам выдало две карточки по этому коду света мы находим эти карточки для этого есть специальная color master целая линейка подбора где очень много представлено образцов карточек мы их находим достаем и идем сравнивать с окрашиваем элементом на этих карточках какие-то оттенки уже нанесены безусловно безусловно вы говорили есть еще одна программа расскажите о ней да вторая программа которой я все-таки пользуюсь гораздо более широко это программа shopmaster значит чем она отличается от color explorer во первых вот эта вся программа заливается непосредственно в блок далее она имеет связь с интернетом поэтому приходит сюда постоянно обновление но для меня основная фишка заключается в том что заходя в рецепты в рецепты я могу вносить собственная формула то есть вот эти все карточки вот эти все оттенки я занес в рецептуру собственных форму вот обратите внимание и допустим вот сейчас я тот же lb 7w в нашу и вот она дает сколько 45 оттенков которые постоянно повторяются и которые мы постоянно в своей практике использовать автомобили которые у вас уже были и которые возможно будут будущему вас безусловно безусловно отработаны формулы они попадают то есть мы красим скажем так 98 процентов всех элементов красится в стык и только два процента переходы переход переход это система нанесения краски позволяющие плавно уйти с одного цвета в другой так устроен человеческий глаз что он способен только на контрасте в сравнении определить разницу в свете я слышал о таком приборе как спектрофотометр что это такое для чего нужен значит что этим прибором можно сделать то есть отсканировать необходимую нам поверхность и получить какой-то рецепт так расскажите еще про этот прибор то есть он определяет цвет определяет рецепт предлагает вам оттенок который соответствует базе именно базе если нету в базе цвета такое возможно что нет в базе рема цвета автомобиля он определит что-то да он определит он покажет наиболее близкие варианты соответствующую этому цвету из картотеки которая как бы заложено в его программу и так прямо сейчас используем пытаемся определить цвет на элементе автомобиля это крышка бака до какого-то автомобиля до автомобиля volkswagen polo серебристого цвета котла 7w безусловно безусловно плотно плотно прилегает он достаточно просто его поставить идет определение да вот специальная по центру риска есть которая определяет где находится именно сканирующая камера ну я так понимаю этот прибор неотъемлемая часть любого колориста если он у всех нет это вторая версия данного прибора первая версия сканировала предоставленный элемент только в трех углах трех лучах этот прибор позволяет сканировать шести лучах он появился буквально два года назад сейчас и в беларуси всего три один из них представлен у нас это очень круто ну что определил ли он рецепт да посмотрите внимательно вот он определил то есть ему это заняло шесть как бы проб 6 попыток он сделал отсканировал под разными луч под разными углами предоставленный элемент определил степень и величину зерна и предоставил примерно формулу сейчас мы можем подключить значит компьютеру и посмотреть то что он нам выносит рецепт нужно смотреть на компьютере не на самом нет на компьютере вот она выдала вариант и сразу допустим здесь предлагает то есть она посчитала что из базы всех данных которые находятся в компьютере значит самая близкая карточка с точностью попадания 85 процентов она может улучшить до 95 процент да и таким образом сузив круг поиска мы улучшим итоговый результат нет я такой своей практике не встречал максимум что я встречал 98 процентов ну вот здесь я уже открыл формулу где четко показано в граммах какое количество того или иного микса нужно добавить баночку добавить растворителя смешать и после этого получить готовую краску вот сейчас мы это можем с вами сделать давайте попробуем итак перед началом смешивания на этой стойке происходит вымешивание миксов происходит следующим образом на каждой банке есть внутри нее находится вот такой вот вращающийся элемент как миксере как вымешиватели бетона за 15 минут все миксы доводится до более однородного состояния начнем смешивание да итак миксы вымешаны 15 минут прошло начинаем смешивание баночка на весах по нашему рецепту который нам выдал фотометр можем искать определенные миксы что мы видим совершенно правильно по порядку находите бите бисе 140 это вот этот микс берите его снимать со стойки здесь определенный момент нужно налить столько именно сколько там сказано безусловно количество 13 и 5 13 5 грамм если я перелью все рецепт испорчен рецепт испорчен давайте до 13 хорошо идет 567 стоп а дальше уже порционно да как я называю по чуть-чуть 35 хорошо двигаемся дальше правильно следует конечно итак друзья я замешал свою первую краску там были очень маленькие очень точные значения где-то на одну десятку я ошибся и прямо сейчас я ее вымешиваю вот таким вот образом не каким-то механическим каким-то прибором а просто вот так вот рукой правильно 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 вымешиваю так сказать красочку мне понадобилось где-то 10-15 минут маленькие погрешности были в моем рецепте нужно добавить краску проблематично вот пока я вымешиваю геннадий соберет аналогичную краску посмотрим сколько времени это займет у него правильно правильно поехали поехали 195 03 есть дальше следующий 250 063 я наливал просто час по ощущениям 06 есть следующий микс 419 20 есть 140 135 есть следующий микс 171 24 3 есть и последний микс который у нас остался это 101 1 и 3 есть все осталось добавить растворитель все 37 все помешивание началось микс номер один это мой готов микс номер два геннадия тоже готов вот краску мы замешали можно идти наносить ее на машину нет ни в коем случае предварительно нужно сделать так называемый тест на пыл для чего это потому что все равно color tronic может показать формулу которая все-таки далека от действительности придется в дальнейшем уже своим собственными руками своими глазами соизмерять и добавлять либо удалять какие-то определенные группы для того чтобы получить желаемый эффект мало важно то что в девицком центре используется одна линейка лакокрасочных материалов что позволяет сохранить максимальную геодезию то есть сцепку если на ваш автомобиль нанесут несколько слоев краски они максимально соединятся ничего с ними не произойдет а вот когда вы красите автомобили у каких-нибудь индивидуальных предпринимателей то зачастую они используют разные линейки лакокрасочных материалов и тогда возможно коррозия отслоение и так далее и тому подобное и перед тем как нанести краску на автомобиль нужно использовать подложку или подклад определенного цвета или тональности и вот передо мной находится таблица который разработал сам геннадий где можно найти соответствующую тональность подложки определенному оттенку цвета ищем наш оттенок выбираем подклад идем наносим его и для того чтобы нанести на тест пластину каждой краски соответствует своя степень подклада и так сейчас мы находимся здесь у вас в кабинете возле какой-то тест камеры правильно здесь можно нанести несколько слоев краски посмотреть как она будет совершенно верно андрей наносим первый слой заметьте контрольная полоса черная она видно нужно чтобы ее не было видно да 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 сколько слоев нужно нанести минимум 2 но вообще в идеале до тех пор пока не будет скрыта полоса вот она уже сейчас не видна но я так думаю что она немножко еще проступит поэтому контрольный сделаем третий проход ну как правило любая краска наносится в два с половиной слоя вот мы нанесли первый слой он мокрый плотно такой как бы прибитый к образцу то есть вот такой слой значит друзья каждый слой необходимо тщательно высушить это делается для того что свойство света проникает через каждый слой и чем больше слоев тем ему тяжелее будет проникнуть до конца то есть тем больше наш элемент будет перекрыт краской элемент высох стал матовый однородный наносим второй слой второй слой особо тщательно нужно сушить для чего это делается что когда мы наносим эффектный слой чтобы они не создали со вторым слоем единый пирог то есть стали однородным они должны все-таки быть раздельным плавная проводка если вы обратите внимание уже нет того блеска а зерно ложится хаотично вот это и есть так называемый эффектный слой он очень важен то есть именно из-за него нарушая его неправильно раскладывая неправильно регулируя давление маляр не может добиться нужного эффекта мы находимся в покрасочной камере официального дилера и здесь мы видим что все элементы автомобиля которые будут окрашены снимаются полностью снимаются вешаются на специальные стенды это позволяет окрасить элемент полностью со всех сторон и что самое главное если автомобиль красится не снимая детали то маляр бегает вдоль всего автомобиля соответственно возникают подтеки неровности и так далее и тому подобное но здесь когда элемент отдельно стоит перед тобой то размаха руки хватает чтобы равномерно и спокойно нанести краску на весь элемент очень удобно и сохраняет качество один слой в данном случае да мы нанесли один плотный такой густой слой маляр же осуществляет при покраске автомобиля на наносит два слова и так мы нанесли подложку в два слоя нанесли три слоя краску и в один слой лак ваша деталь готова правильно правильно мы произвели замеры с помощью спектра фотометра на вот этой вот детали от volkswagen пола получили рецепт смешали его покрасили элементы и давайте сравнивать давайте прикладываем торжественный момент идеально нет нет обратите внимание когда мы смотрим под острым углом у нас тот образец который мы нанесли он явно темнее и более синий нежели необходимый нам ведь вот под этим углом очень хорошо заметно поэтому необходимо дальше колеровать этот цвет обратите внимание это мы сделали если вы видите разницу напишите я ее не замечаю хорошо геннадий есть отличие то есть не подходит рецепт что происходит дальше фотометра не точно нам показалось что будем и вот здесь уже вступает к в силу так сказать опыт и искусство колориста чем вы занимаетесь то чем я занимаюсь то есть окончательная подводка краски с точностью до одной десятой граммы вы видели насколько это такой ну кропотливый как бы тщательный труд вот и прежде всего здесь заметно излишняя синяя составляющая соответственно для того чтобы ее подвести необходимо уменьшать количество 419 сколько может быть таких вот тестов ну максимально сколько вот пока не подгонится идеальный цвет или для вас это один-два не более я точно не могу сейчас сказать но надеюсь что примерно за три-четыре теста я смогу окончательно подвести а вообще из моей практики были случаи когда я занимался колировкой цвета ну скажем так наверное три-четыре дня геннадий спасибо вам большое за это увлекательное путешествие в мир колористов хочу вам сказать что эта профессия очень кропотливая очень сложная и от нее качество зависит конечный результат возможно вы не увидите разницу на своем автомобиле колорист увидите подскажет вам что нужно перекрасить сделать правильно и так так полдня я провел в компании профессионального колориста геннадия и понял несколько важных вещей так точно так идентично подобрать рецепт краски потому что он нанесен на ваш автомобиль могут только здесь в официальном дилерском центре при наличии все необходимые техники всех необходимых материалов и конечно же таких профессионалов как геннадий поэтому если вы хотите идеальную покраску автомобиля чтобы все соответствовало и через год не отвалилась обращайтесь сюда ну а за хорошими роликами обращайтесь на наш канал volkswagen беларусь с вас лайк подписочка комментарий и ожидание новых роликов увидимся volkswagen